Больше нравится. Действительно, снова против Террор Блейда забирают этого персонажа. Возвращается потихонечку у нас Арбуз в мету. Ну, а почему бы и нет? Мне кажется, несправедливо забыли про него вообще. В целом у него очень много плюх. Плюшек имеется в виду в плане того, чтобы начинать неплохо стоять на лайне. Опять же, не нужно покупать какие-то защитные артефакты. Можно просто, ну, точнее, как часто многие берут там какой-нибудь Проманшилд, да, бы блочить там урон входящий и так далее. Здесь ты просто можешь прокачать себе свою пассивочку и чувствовать себя уверенно, как бы. Почему бы и нет? Плюс еще есть шанс сбросить какой-нибудь бяк у себя, чтобы чувствовать себя более уверенно. Почему бы и нет? Ладно, в любом случае мне нравится пик IG Vitality, безусловно. Но вот Twitch Gaming взяли себе вот такой пик на исполнение, так скажем. Тут очень много будет зависеть опять же от хорошего реверс полярити, от хорошего дримскойла, от пака. Только при условии вот этих двух, наверное, ультимативных способностей парни смогут нормально драться. Ну, а у IG Vitality все просто. Прыгает Tide Hunter, жмет огромную кнопку R. Ну, и под это дело летят Варлоки из Банза. Варлок закидывает, точнее, своих големов. В это дело все летят Фаталбанцы. И там начинается вся катавасия. Аж Спирит раскидывает магнитайз. Ну, вы поняли. Он не слэшит Джиггернаут. Ну, и поехали. По накатанным. Ну, что ж, в любом случае выбор сделан. Вот такой вот. Начинается вторая карта. Напоминаю, что счет 1-0 в пользу команды. О, господи. IG Vitality, конечно. Ой, IG Vitality, да, конечно же. Счет 1-0 в их пользу, и мы врываемся на вторую карту. Надеюсь. Давайте сплюнем еще раз и перекрестимся перед началом матча данного второго. Чтобы не лагала Китай, пожалуйста, не лагай. Я умоляю. Молю. Пощади. Интересный курьер, кстати. Ледяной. Ну, что ж, давайте смотреть расстановку вардов. Побежал уже Рикимару этим заниматься. Есть у него один сын-ряк, есть два обсервера. В оффлэн у нас пока что идет Магнус. Ну, судя по закупу, да, действительно, Магнус будет в оффлэне стоять. В миде будет пак, конечно же. Кому же еще? Ну, и на топе у нас у команды само собой в этот раз Switch Gaming Potential будет стоять фармящий Terror Blade при поддержке Даззла. Ну, и ромящий Рикимару, само собой, конечно же. Сейчас на боте четыре игрока находятся в самоках. Ой, куда-то покатился у нас докфайтс уже, но такая себе агрессия. Прослеточку еще провязывали. Надеялись, что где-то Рикимару рядышком находится, но нет. Нет, нет, Магнус там юзает таун свой. Развлекается вовсю. Так, здесь поставил пока что у нас Рикимару один обсервер, дабы облегчить жизнь своему кэрри, так скажем. Ну, и дабы контролировать передвижение Тайдхантера. Ну, и в свою очередь продолжает работать ходячим обсервером, показывает местоположение Сефа, Варлока и так далее. Да, но все-таки обойдется безранней какой-то агрессии. Сейчас должны игроки забирать баунтируны и расходиться по лайнам. И... Да, в этот раз распределение баунтирун ровное. Ну что ж. Dog Fights. Пока что, наверное, постоит первые несколько минут в миде, дабы помочь своему мидеру набрать ну... какое-нибудь начальное количество душ. Чтобы потом уже после пака против пака стоялось бы ему попроще. Но, судя по тому, как начинает подлагивать, я уже начинаю сжиматься, вкатывается Dog Fights. Боже мой, на пака, на развороте начинает наваливать Dog Fights. Dog Fights больно, но Dog Fights в итоге выживает. Ну и ничего не вышло. На топе. На топе могут быть проблемы у нас у Тайтхантера. Ну и у нас начинается катавайся, как и в прошлой карте. Опять лагает у нас серваки Китая. Что с этим делать, я не знаю. Остается только терпеть и надеяться, что пролагает, как в прошлой карте. Возможно, так оно и будет. В это время проблемы могут быть у Магнуса. Есть у него с Кьювера, уезжает в итоге Магнус подальше отсюда. Да, и забрать его не удалось. Закидывает потихонечку Даззл у нас Тайтхантера своим Пайзентачем. Да, нет пока что Кракеншелла, но за счет этого, конечно, Даззл может себе позволить развлекаться с ним. Кстати, тут есть Энкор Смэш и в итоге вынужден уже улетать на святыню у нас Тайтхантера и отпиваться. Да, слишком больно. Слишком больно Тайтхантеру. В мид перетянулся, я смотрю, Рикимару, но есть вижен на него, если что. И вот сейчас его прекрасно видно. Ломает вражеский, но также успели сломать и сентри команды, конечно же, Вич и Гейминг Потеншнл. Здесь вкатывается докфайтс. Пошли Койлы. Могут быть проблемы такой. Чисто предупредительный. Врываться на эту арбу никто не собирался. На топе Тайтхантер продолжает развлекаться со своими оппонентами. Ну, вроде бы, все неплохо у Тайда. Уже скоро появится третий левел, так что здесь можно сказать, что у него лайн довольно-таки уверенный. То есть, не нужно ему переживать по поводу того, чтобы смещаться в лес. Есть уже тапок. Зацепить его крайне сложно будет. Слишком он плотный. Опять же, прокачал уже в единичку пассивочку. Есть у него еще огромное количество регена. Никто этот реген даже не выбивает. И у Тайда все прекрасно. Так. Там проблемы могут быть на боте. Подходит Рикки Мару. Но Рикки Мару пока что только первого, второго левел, второго. Но этого мало. К сожалению, Рикки пока что еще не боец особо. Просто кромсал немножко варлака в спину и проводил его взглядом. В миде пока что неплохо дела обстоят у ИСФа относительно того же пака в два раза он примерно... Да, даже в два раза непримерно, а так оно и есть. Два раза перефармливают по ластхиту. Пока что в этом плане у ИСФа все прекрасно. Пак просаживается немножко там. Паку прилетел второй 0-талисман. Неужели будет пак играть через Вейл? Как раз таки, как любили в свое время раньше. Так, врываются у нас на ИСФу. ИСФа проблемы. Погибает в итоге первым пак, вторым погибает ИСФ. Один в один размен. Еще начинает накидывать просто в спину вдоль хребта Докфайтс Рикки Мара, но Рикки Мара выживает. Здесь его не подцепить никак. Немножко подлагивает, ребят. Боюсь делать реконект, так что заранее прошу прощения. Это не мой интернет, это не мой вунн-нпс. Это замечательные китайские сервера. Очень надеюсь, что сейчас буквально полагает пару минут и потом отлагает, потому что в прошлой карте вообще был мрак. То есть там картинки просто висели и вообще ничего не происходило. Даже разрыв соединений был периодически. Так что прошу вас потерпеть. Надеюсь, что к середине там, знаете, я не знаю, может быть там что-то у них там притрется шестеренки друг к другу и нормально сервера заработают. Ну что ж, еще раз напоминаю, кто только что возможно присоединился к нашей замечательной трансляции. IG Vitality играют за Radiant, ребята, а за Dyer играет у нас команда Vich Gaming Potential, чтобы вы просто ориентировались. Тут у нас на хосте бегал Dog Fights. В итоге не удалось подцепить Рикимару в мид, перетяжечка на Пака. Есть у Пака и Лизури Орп. Есть пока что аж господи, фейсшифт. Хочу шепшифт назвать, конечно же. Фейсшифт, если что, уйдет. Так что здесь Пака не подцепить. Как там дела у Тайт Хантера? Тайт Хантера все хорошо. Купил себе уже даже топорик. Я так понимаю, апнет, наверное, в какой-нибудь как раз таки Айренталон, если что. Дабы, если что, смещаться в лес, подфармливать. А Рикимару пока что занимается тем, что расставляет Вижен в чужом лесе. Там я смотрю фейзы уже появились у Джиггернаута. Джиггернаут себя чувствует более чем уверенно. Ну и у Магнуса все относительно тоже неплохо. Имеет уже третий левел, скоро появится четвертый. Купил себе Турманшилд, весь тапочек, ну и весь Кьювер, на котором он замечательно уезжает и его не подцепить. Так, в миде Драка, очередной врыв на пак, а пак погибает. Да, замечательно у нас лагодром. С этим, опять же, сделать ничего не могу. Так, на топе Драка. Проблема у нас у Тайт Хантера. Тайт Хантер погиб, по идее, уже все. Да, это был фатальный урон у ТСФа. Ой, не от ТСФа, простите меня, а от Террор Блэда, конечно же. Из-за того, что лагает, сложно ориентироваться. Там тоже черный демонюга такой же похожий. То есть они, в принципе, может, они братья. И вот у нас начинается веселье. Так. Срочно, срочно подорожник мне, подорожник приложить к монитору, чтобы не лагало. Ладно, в любом случае, пять минут минуло, счет 2-2, довольно-таки ровное пока что противостояние. Давайте переключаться на Нетворса, посмотрим, кто как фармит. Ну и мы видим, что то лидерующую позицию пока что занимает у нас, конечно же, Террор Блэд. Тут у нас, кстати, врываются на Докфайтс, Докфайтс выталкивает Рикимару и баш с первого удара просто от Рошана. У Рикимару могут быть проблемы, Рикимару живет, ублинковывается на своего пак и за счет этого выживает, а Докфайтс тоже уходит жив цел. Орел. Неплохо сыграно. Рошан, конечно, MVP этого момента, безусловно. Оставляет, хочется, кстати, отметить, что Джаггернауту на фрифарме ушел Магнус отсюда, кстати, где он есть? Магнус отпивается на шрани на базе и возвращается на лайн, а у Джаггернаута, по идее, сейчас появится уже шестой левел, да. Почти что готовый также у нас уже Аквил имеется у Джаггера. Ну, тут, кстати, дабл дэмэдж достается для Шадоу Финда. Отлично. Прекрасная у нас руна. Боюсь сделать реконект, хотя можно бы попробовать. Если совсем жутко будет, ребят, сделаю реконект. Пока что нет, пока что терпимо, опять же. Это Китай, можно и потерпеть. Все-таки. Ну что ж, по голде. По голде все ровно, ребятки. Было преимущество в какой-то мере 400 голды из-за команды Вичи Гейминг Потеншнл, но потом отыграли Насаджи Витальц, теперь все в нулях, мои графики не особо не сместились. Там Рикимару забирают, кстати, Варлока. Воу. На боте. И очень битый Магнус отсюда тоже уходит. А в это время в медиуме райд пак. В медиуме райд пак за счет того, что есть дабл дэмэдж у СФ, врывается докфайтс и пака забирает. Счет становится 3-3. Ну и по экспе почти что 600 преимущества также за командой IG Виталити. То есть все довольно-таки ровно, как и в прошлой карте. Правда, единственное, что лагать начинает так же, как и в прошлой карте. Это мне совершенно не нравится. Думаю, как и вам. Так, съедает мангу у нас в итоге Джаггернаут. Изует хилинг вард. Подходит Рикки Мара. Нужно съесть вард. Безусловно, нужно его разбить. Разбивает вард. И начинает драться с Джаггером. Но это не лучшая идея. Опять же. Хотя Джаггернаут довольно-таки неплохо пробит. Есть рядышком Варлок, который накинет всегда на него шаду ворта. И за счет этого Джаггернаут себя чувствует более чем уверенно. Там как там дела у Тайдхантера. Тайдхантер купил себе уже хедресочку. Далее сразу будет собирать, так понимаем, Мекку. Да. Будет выход в Мекку. Золотишко. Заюзали лесную святыню сейчас Айджи и Виталити. Отпились. Неплохо. Можно возвращаться обратно на Лайме. Так. Как там дела у Террор Блейда? Террор Блейд себя тоже неплохо, кстати, чувствует. Имеется у него уже седьмой левел. В четверочку прокачал Метаморфозу. В двоечку. Иллюзии свои. Ну и в единичку Рефлекшн свой взял. Дабы был просто, я так понимаю, чтобы замедлять. Либо же там какой-нибудь драки прожимал, я так понимаю. Так, у нас на боте начинается активный пуш уже от команды Айджи и Виталити. В итоге неплохо так пробили Тауэр. Вру, конечно же, не пробили. Так понимаю, была попытка забрать у нас Магнуса. Но Магнус под бандзами. Его тут трудно пробить. И тем более уже имеется 6-й левел. И, кстати, пока что не качает реверс полярити. Так понимаю, держит скиллпоинт. Только непонятно зачем. Рикимару продолжает у нас работать обсервером. Расставляет вижен в чужом лесу. Ну, и вот здесь сейчас найдет нас... Ой-ой-ой-ой. Интересный обсервер. Прям в колодец поставил Рикимару. Окей. ПТ-шка появляется у нас у СФа. Я так понимаю, у нее уже аквила тоже не есть. Нет, аквила нет. Есть рейндропы. Отпился здесь СФ на пару с Докфайтсом и сейчас будет возвращаться на Лайн. Ладно, ребятки, давайте попробуем на свой страх и риск сделать быстренько православный реконект. Реконект, приди, порядок наведи! 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 Прям потирай ладошки, чтобы все хорошо было, ребят. Надеюсь, что лагать не будет. Затаил дыхание. Проверяем. Так, там смок вылазка от Джиггернаута на пару с Эрспиритом. Готовы они врываться куда-нибудь в сторону топа. На топе у нас находится пока что один Даззл, и у Даззла могут быть проблемы, да, если его сейчас найдут. Если Даззла, да, Даззлы сейчас найдут, у него проблемы. Вкатывается Докфайтс, есть Сайленс сразу, и Даззл в таверну. Отдыхать. На целых 14 аж секунд. Очень много, конечно, времени, но это на самом деле подспорье для того, чтобы забрать Т1 на топе. Конечно же, там в миде драка какая-то на развороте. Дримскойл потратили на Сэф, и Сэфа вытолкали из смокскрина, но в итоге Сэф погибает. Неплохо. Миде разобрали. Еще становится 4-4. Помигали в сторону Роша, о господи, Рошана, Варлока, конечно же. Зачем, только непонятно. Варлока оставили специально на лайне, дабы по... дабы он получился без шестой, были у него уже големы к следующей драке. Ну а в это время по миду у нас начинается активный пуш от Террор Блэйда с его формой метаморфозы, а Джигернаут и товарищи на топе забрали тоже Т1. У парней из команды Вичи Гейминг Потеншнл. Летит сюда, кстати, Тайт Хантер. Док Файтс. Тайт Хантер. Тайт Хантера ровашка-то есть. Нужно уходить в итоге у нас Террор Блэйду. Ну слушайте, православный реконект помог. Спасибо. Ему, конечно же. Ну что ж, в итоге 4-4. Минимальное преимущество за командой Джи Виталити по голде. То есть слишком, ну совсем чуть-чуть там, чуть меньше полутора тысячи. Там вот мы видим, что вот здесь у нас есть полосочка замечательная Тайт Хантера. 1200 голды они ведут. Это крайне мало. По экспейте все то же самое. Ну и начинают они активно пушить также Т2 по миду. Подходит сюда Террор Блэйду. Террор Блэйда нет, если что, метаморфозы, но есть уже Драгон Лэнс. У Тайт Хантера есть уже, если что, Баклер, который можно прожимать. Есть Шадоу Уорд, есть Хилинг Вард. Очень много на самом деле за хила у парней из команды Джи Виталити. И Т2 скорее всего упадет. Опять же, все еще был не потрачен Реведж. Нужно быть аккуратнее парням из команды Вичи Гейминг Потеншнл. Занимает неплохую позицию Рикимару, но врываться, наверное, не стоит. Слишком опасно. Слишком опасно врываться. Помигали в сторону, кстати, Террор Блэйда. Его, кстати, на развороте могут и забрать. Нужно Террор Блэйда отсюда уходить. Что, неужели на Хайграун пойдут? Да. Похоже, так оно и есть. Вангвард себе приобретает Джаггернаут. Я так понимаю, будет попытка выйти в какую-то быстро Абиссал Блэйд, что ли, как-то так. Ну, или это задело уже на будущее. Но, видимо, хочет все-таки больше урона впитывать у нас Джаггер. Нестандартная, довольно-таки, сборка. Сейчас сюда какой-нибудь Центряк вот на этого Рикимару нагло, вот, который просто стоит и все, и наказать его за это. Но, к сожалению, Вижена нет никакого пока что команды Дж. Виталити спалился Рикимару. Это может быть ошибка. Есть Trick of the Trade, но продолжение будет ли какой-нибудь... Вот он, Ревадж! И на развороте расхастовался СФ. Есть реверс полярити, пошли големы, есть фаталбанцы. О, хороший Сандер просто от СФ. Господи, от Террор Блэйда в итоге погибает у нас Магнус погибает, у нас Рикимару погибает. У нас и Террор Блэйд в ответочку они забрали только одного СФа. Это минус 4 в исполнении команды Дж. Виталити и они просто идут на хайграунд ломать Т3 на 13-й минуте. Воу, байбэк сделал даже Магнус. Только зачем? Непонятно там, таймеры-то не такие большие можно было бы подождать. Т3 бы вы в любом случае потеряли, как бы, вот, а с бараками можно было бы время повыигрывать, потому что сейчас уже будет появляться Рикимару, через 10 секунд появится как бы Террор Блэйд, а у Террор Блэйда метаморфоза нет. Классно. Да. Это печаль. Это похоже минус сторона возможно будет. Так, Рикимару прыгает в итоге на Докфайт состал получать в лицо. В это время ломает все-таки бараки. Бараки упали, Дж. Гернаут юзает Блэйдфюри, улетает, укатывается Докфайт, ну и кого-то, я так понимаю, ставит, наверное, на растерзание. Да, оставляет Тайт Хантера. Тайт Хантера это как жертва. Жертва за то, что забрали в итоге Т3, забрали Барак, ну и продали Тайт Хантера на пару с Големом Варлоком. Ну ничего страшного, опять же. Размен в очередной раз, наверное, не в очередной раз, да, в очередной раз, правильно, пользуются командой Дж. Виталити. Немножко путаюсь в полушариях, потому что в прошлый раз у нас с Дж. Виталити играли все-таки за Дайр и как-то вот немножко дизонанс небольшой в голове. Опять же, из-за того, что нет клан-тегов, сложно ориентироваться, особенно вот в драках, знаете, бывает такое. Прошу прощения заранее и все же, опять же, лагает. Когда начинает лагать, начинаешь теряться немножко. Ладно. Это все лирика, продолжается игра, давайте открываем графики, смотрим, что уже почти пять тысяч, да, пять тысяч преимущества по Голде за командой Дж. Виталити вновь и чуть больше тысячи по ХП преимущества за ними. Далее себе будет Джаггернаут выбирать в качестве артефакта это Diffusial Blade. Ну, да, как и предполагалось, задел на Abyssal Blade, но Abyssal Blade появится чуть позже. А пока что Vanguard для того, чтобы танковать. Интересный выбор, почему бы и нет. Видимо, работает пока что, пока что работает. Ну что, IG Виталити начинают уже активно забирать Т1 на боте у парней из команды Вича Гейминг Потеншнл. Не собираются они идти дефать никак, забрали они Т1 без какого-либо сопротивления, сразу идут на Т2. Такое ощущение, что парни из команды IG Виталити хотят сейчас очень и очень быстро закончить эту вторую карту. Все к этому идет. К урону от способности берет себе талант в итоге Магнус. Кстати, Магнус где-то очень бит и где-то там просадился. Там очень огромный пакован крипов идет у нас на Тавар, но Тавар не должен упасть. Ну что ж, начинается пуш Т3. Т3 по боту от парней из команды IG Виталити в спину заходит у нас Рикимару. Его видно. Если что, Рикимару блинкуется в итоге на СФ. Есть Rick of the Trade. Продолжение будет ли какое-то? Пока что танкует у нас один тайт. Хатар, боже, как же больно Рикимару. Рикимару погибает. Это уже драка будет в меньшинстве. Реверс Полярити по троим, но увез он только двоих, но тут реведж. Просто от Тайт Хантера залетает и сразу големы, фаталбанцы. Все это варится, крутится, мутится. И как же больно просто парням из команды Vichy Gaming Potential. Какая быстрая игра. 16 минут. Поздравляем IG Виталити с победой. С какой-то, ну, прям вот совсем легкой победой во второй карте. Если в первой карте парни из команды Vichy Gaming Potential еще могли давать какой-то отпор, какие-то перевороты устраивали и так далее, то здесь совсем, совсем безидейная игра от этого коллектива. Ну что ж, поздравляем и безусловно ребят с победой. А на сегодня МДЛ у нас заканчивается. Именно китайские квалификации и я буду с вами потихонечку прощаться. Параллельно, параллельно на основном канале Dota2RU Hub уже начался IP-центр европейские квалификации и СНГ. Обязательно приходите посмотреть. Для вас уже там работает VELAT и God Hunt. Чуть позже на канале Dream League начнется DreamHack. Если что, обязательно тоже приходите посмотреть. Для вас будет работать там Mile плюс Inmate. И по-моему, если мне не ошиба... Если меня не подводит память, сегодня будет у нас на DreamHack выступать Na'Vi Новая Эра. Сейчас я гляну. Да. На Dream League. На Dream League сегодня будет выступать Na'Vi Secret и потом Secret против команды EPG Elements Pro Gaming. Обязательно приходите посмотреть. Напоминаю, что сейчас на основном канале уже идёт у нас квалификация на Epicenter второй, который будет проходить в Москве. Обязательно переключайтесь, посмотрите. Я буду с вами потихонечку прощаться. До завтра. MDL возвращается к вам завтра в час по Москве, как обычно. И у нас будут следующие команды играть. У нас получается завтра LGD против команды и Home обычных и CDC против команды LGD Forever Young. Ну что ж, напоминаю, что мы наблюдали за Марс Dota League. Китайские квалификации на этот замечательный турнир проходили на этом канале. Для вас работал на протяжении всего дня джем. Подписывайтесь обязательно на социалочки Dota2RuchHub, на мои социалочки. Ну, если кому-то интересно, думаю, вряд ли, но всё же, мало ли кто-то найдётся такой, кто его знает. Ладно. Прощаюсь с вами до завтра. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, ещё услышимся.